Подводим итоги чемпионата мира в Тунисе с менеджером сборной России Артемом Смирновым. Артем, первый вопрос. Прокомментируй немножко результаты нашей команды. Результат неудовлетворительный, потому что задача минимум, которая стоялась здесь перед нашей сборной, это попадание в медали. То есть это минимум выход в полуфинал. Цель не достигнут, так что результаты неудовлетворительные. Ну и следующий вопрос, который напрашивается, почему так произошло? К оценке будем мы и дальше делать. Мое мнение, что это лежит в области психологии, и это ситуация, которая коснулась не только нашей сборной. Довольно-таки много фаворитов. Выбыло уже на первой стадии ПЛО, включая и пятикратных чемпионов Европы, румынов. И мы, как действующие чемпионы, и американцы, которые сюда тоже ехали, считая себя победителем первого Кубка мира. Но, собственно говоря, так оно и было. Просто он стабс официально лишился. Так что два фаворита дошло до финала, и большая их часть улетела. Но эта формула турнира, собственно говоря, показала, что когда в группе, легче доказывать свой класс. Когда идут игры на выбывание, здесь вмешивается не только класс, но еще психология. После победы над Бразилией показалось, что сборная России нащупала именно ту игру, которая принесла успех недавно в Чехии, где мы стали чемпионами. Что конкретно в матче против Франции не получилось? Ну, много чего не получилось. Легче перечислять, что получилось, тем то, что не получилось. Самое главное, не было того баланса в игре, который действительно мы смогли к третьему матчу нащупать. Мы постоянно повторяем, что это не родной для нас формат. Поэтому для нас была очень важна динамика. Остановление командной игры через товарищескую игру с Мексикой, через три матча в группе. Соответственно, мы тоже были уверены, что нашли определенный, скажем так, правильный путь к обстановке командной игры. День отдыха, безусловно, вне в пользу для команды сложился, потому что выбил немного из ритма. Ну, и банальная недооценка соперника. Может быть, где-то подсознательное желание сыграть на классе и за счет именно класса добиться. А в матчах плей-офф на первую роль выходит не только класс команды, но и другие качества. А не сыграла ли злую шутку вот эта атмосфера праздника, то, что все команды живут в одном отеле, пляж, солнце? Все-таки в Чехии наша команда желания более закрыта и могла больше сосредоточиться на футболе. Ну, и да, и нет. Я считаю, что атмосфера вот этой олимпийской деревни, которая здесь присутствует, она в любом случае работает в плюс и добавляет лишних эмоций. Здесь скорее, психология, еще раз повторюсь, да, выход с первого места. Мы попали на Францию, которая впрыгнула в уходящий вагон плей-офф буквально там за 10 минут до конца последнего матча в группе. Может быть, мы можем сколько угодно ребятам разговаривать и говорить о серьезности, особенно первой стадии плей-офф и так далее. Ну, например, ребята все практически присутствовали на большинстве матчей, не только наших соперников по группе, но и других. И видели, например, тот же результат Франции с Чехией. Здесь вопрос, еще раз говорю, по психологии, поэтому, ну, оказалось так, что решили малой крови сыграть Франции. Насколько хорошо вписались новички и наши команды в коллектив и в целом в игру? Ну, здесь мы довольны, да. Понятно, что все это происходит не через один матч, не сразу же, мы их тоже постепенно вводили и игроков. Но те игроки, на которых мы сделали ставку, собственно говоря, у нас к ним серьезных претензий нет. Многие отмечают, что сборная Сенегала стала открытием этого турнира. Никто не ожидал от нее такой игры и то, что они в итоге займут третье место. На твой взгляд, какие вот еще команды стоит отметить, все-таки это чемпионат мира, здесь много коллективов из разных частей света? Ну, мое мнение не изменилось. В принципе, фавориты в этом футболе, какие были, такие остались. И, собственно говоря, повторюсь, что две команды, это Мексика и Чехия, подтвердили свой статус. Еще несколько команд нет, но и формула турнира, и, собственно говоря, наличие того же Сенегала и Пьедестал, представленные тремя сборными с трех разных континентов, это все работает в плюс с точки зрения популяризации мини-футбола в мире и поднятия в том числе статуса турнира, потому что, ну, я считаю, что все равно европейские сборные с точки зрения организации, качество игры выше, ну и плюс, пожалуй, еще Мексика. Могли бы быть американцы-бразильцы, если бы привезли оптимальные составы, но наличие Африки в том числе доказывает, что в медали, кажется, может попасть и любая команда, даже уступающая в классе другим. Ну и давай немножко расскажем о будущем сборной России и ближайшие планы. Ну, ближайшие планы, они самые ближайшие, если можно так сказать, потому что уже и большая часть игроков, которые находятся здесь, в Тунисе, тренерский штаб, уже полностью переключились на подготовку к чемпионату мира в формате 7 на 7. Очень неудобно, получается, что мы прилетаем в Москву, практически через сутки улетаем в Гутема, очень тяжелый перелет, больше 30 часов, будем добираться до Центральной Америки, где пройдет уже в формате 7 на 7 чемпионат мира. Провели несколько теоретических занятий с игроками, провели вчера очень важную для нас товарищскую двустороннюю игру со сборной США. 3-0, уверенно, ГЦП переиграли, но важнее было именно в возможности переключения игроков уже на новый формат. Он что-то среднее между форматом 6 на 6 и привычным для нас 8 на 8 со своими пиццами. Так что готовимся к чемпионату мира уже в этом формате. Собственно говоря, болейте за нас на чемпионате мира в Гватемале. Ну и в концовке несколько слов вообще об организации чемпионата мира в Тунисе. Чемпионат мира удался? Ну, безусловно, удался. Другое дело, что WMF довольно-таки молодая организация и очень много все равно есть вопросов организационного плана. Но это болезни роста, без них и без собственных ошибок не будет становления организации и чемпионата. Он первый чемпионат мира, поэтому, блин, хоть и получился сковым, но испекли и он вполне съедобен. Спасибо огромное, Артем, и желаем нашим болельщикам болеть за сборную России, и чтобы наша команда доставляла побольше положительных эмоций. Спасибо, болейте за сборную России.